Всем привет! У нас новое интервью. Американская, правда? Тура вида! Встретились с Александром, он живет в Америке. Сегодня расскажет более подробно, что там происходит на сегодняшний день. Стоит ли туда вообще сейчас перебираться, либо оставаться дома. Поехали! Александр, расскажи, пожалуйста, как ты туда попал? С чего все началось? Началось все просто, с мечты быть дальнобойщиком, еще в детстве кино. То есть много фильмов американских смотрел. И просто хотелось покататься на американских грузовиках. Эта мечта прошла через всю жизнь. И в 46 лет получилась возможность. Я заполнил туристическую визу. Легко ее получил в Москве в посольстве. На три года купил билет и улетел в Америку. Дальше там пошла совершенно другая жизнь, другая история. И я решил остаться, потому что я был близок к своей мечте. То есть, ну, мечта, это такое слово, знаете, как игрушка, да, уже для взрослого мужчины. Просто хотелось покататься по штатам. Посмотреть эту удивительную страну. Какой год-то был? Это 16-й год был. 16-й год. Сейчас не все так легко. И просто получить визу. Да, да, да. Но вообще я полетел на две недели. Как бы дела приостановил в России на две недельки. Но так получилось, что эти две недельки уже на 7 лет затянулись. Да, я возвращался, прилетал в Россию. Но как бы продолжаю жить и работать в Штатах. Круто, круто. А вообще на сегодняшний день много русских туда эмигрирует? И как вообще ситуация-то? Ну, поток такой, что, ну, сказать много, это не о чем не сказать. Очень много, да. Очень много. Потому что, если вы сейчас зайдете в телеграм-каналы, да, просто любой город сбивайте Америки, да, русские. Любой город сбивайте Сарасоты русские, Нью-Йорк русские, да, Чикаго русские и так далее, и так далее. Сотни городов. Везде вы видите телеграм-чаты, да, где ребята общаются, приехали, делятся. Как они еще на сегодняшний день, ну, за 7 лет моей даже жизни, ну, кардинально изменилось, кардинально упростилось. Получение информации за счет Фейсбука. Заходите в Фейсбук, то же самое пишите, да, в группах, в любых. И задавайте все вопросы, которые вас интересуют, и вам люди будут отвечать. Да, кто-то будет подкалывать, кто-то негативить, да. Но информацию вы получите 100% абсолютно на все свои вопросы именно из соцсетей. Классно. Потому что дерзайте, если есть мечта, то вперед, естественно. Ну, мечта, которая была в России и в реальности, она соответствует? Да. Да? То есть все то же самое? Да, да. Она просто получается, ну, как фраза такая, да, а что так можно было? То есть так легко и просто. У меня паспорт был с 95-го года. Ну, еще в те далекие 90-е годы, я там парень из Сибири, да, такой же 25-летний, все о чем-то рвал. Но тогда не было столько информации, ребят, да, как и возможностей просто узнать информацию. Что я должен делать, как я ехать, как лететь, на что жить, где, да-да-да-да-да-да. Вот эти моменты же останавливают людей. На сегодняшний день их просто не существует. Нету закрытой темы от слова совсем. То есть, ну, никто вам в рот не положит, садитесь, берите телефон, компьютер в руки, начинайте. Не умеете, значит, учитесь нажимать кнопки, не надейтесь ни на кого, только вы сами, и все у вас получится. То есть, а если это, ну, не ваша мечта, ну, значит, телефон с рук будет падать, желание не будет набрать, на кого-то переложить, тогда лучше сидите дома. Ни на кого вы не переложите, вы никому здесь, ну, особо так не нужны. Не пытайте иллюзии, что, ну, здесь легко. Нет, нет, абсолютно каждый проходит свое испытание. Конечно, если у нее есть родные и близкие, он, конечно, проще прилетел. У нее есть кровь, пища, долго не задержитесь у родственников, но, по крайней мере, основу дадут. А если этого нету, ну, понимаете, что все, что вы знали, как мы учились в институте, да, приходишь на работу, тебе говорят, забудь все, что учил, да, а теперь начинай изучать все заново. А теперь начинаю изучать азбуку. Вот то же самое в Штатах. Все, что вы знали, забывайте, смотрите с ребятами, с группами, коннектитесь, которые точно такие же. И начинайте копировать, что вам надо. Хотите ресторан, значит, изучайте. Хотите машины, изучайте тему. Ну, то есть все просто, все легально, все открыто, все честно. Ну, просто все по-другому. То есть мир для предпринимателей. В плане, кто хочет, ребят, реализоваться, ну, вперед, действуйте. А ваша история, вот, как вы легализовались, как сложно было пройти этот путь? Путей очень много, они все в открытом доступе. Вы просто вот гуглите и выбираете свой путь. Какой бы вы путь не выбрали, вы будете платить цены. Физическую, финансовую, моральную, психологическую, то есть у каждого своя цена, да. И единственное, что большинство, кого я знаю, то есть, ну, чтобы человек сказал, да вот так, вот так, вот так. Ну, это, это именно оптимисты. Ну, вот, может, я из того же оптимист. Тоже очень тяжелый, очень сложный путь, очень извилистый, да. Но есть цель, ты ее держишь как метку, да, как маяк, да, когда корабль в шторме, да, как выбраться, да, нужно поймать, да, как говорится, метку, да. Поэтому большому кораблю большое плавание. Ну, сейчас вы официально в NG? Да, у меня, да, есть грин-карта, да, то есть я въездой, выездой, да, то есть процессы идут дальше, это все временное, да, то есть нет еще, в связи со всей обстановкой большим потоков иммигрантов, да, то есть кейсы просто на года сейчас уходят. Получается, кто раньше зашел, а кто идет сейчас, ну, по разным своим причинам или обстоятельствам, у них намного все быстрее, да. То есть там, допустим, мне, чтобы получить разрешение на работу, там, через полтора года, да, оно там получилось, чтобы там права на CDL тоже пришлось, да, там 400 вопросов изучать на английском, да, то есть сидеть, время, школы. И все это, ну, еще когда не знаешь язык, да, и вот эта вся система, конечно, из сложности. Но опять же, все вы, абсолютно все в ваших ходах. Круто. А по языку, как долго пришлось изучать и где изучали? Ну, сразу пошел в школу, тоже там походил несколько месяцев, просто с АЗОВ, да, начиная, А, Б, В, Г, Д, как говорится, с таблицы, с алфавита. Ну, и так потихонечку. Я на сегодняшний день так и не знаю английский язык. Как не стыдно, но, ну, факт, да, то есть я за честность, поэтому. А почему не знаю? Ну, у меня просто не нравится на каком-то этапе, да. Но, то есть чем быстрее вы начнете его изучать, тем весь ваш путь, ну, просто будет в разы легче, легче и легче. А я его, получается, сам все усложнил именно из-за языка. Но через пять лет пришло понимание и желание, что ломка закончилась, да, потому что мы все сравниваем, сопоставляем. Одно дело вы в 20 лет приехали, другое дело в 46 лет, да. То есть это две, два разных этапа, да, абсолютно, взгляда на жизнь. Поэтому больше с собой борьба идет, у каждого она своя, невидимая, да. И через пять лет как-то я начал хорошо воспринимать его просто на слуху, как собака понимать, что от меня, ну, хотят, да. Круто. А с работой как тяжело вообще было найти работу? Ну, по приезду вначале. Ну, я не искал работу, потому что, как бы, я всю жизнь на себя, поэтому у меня не было потребности найти работу, да. Я просто занял позицию выжидания. Я больше погрузился в духовную часть жизни в плане... Взял Библию в руки, начал читать, мне это очень начало заходить. Я начал переосмысливать свой путь, свои цели, ценности, приоритеты жизненные. И я, наверное, просто наслаждался, да, той атмосферой. Я там жил на 100 долларов. Взял там моторхом себе в рассрочку на ежемесячную оплату на год, да. Мне там его поставили. Я там без света в нем, но радовался как ребенок, что у меня есть там свой домик, да. Там парни дали мне фитнес-карточку, куда я ходил бесплатно. Там бассейн, душ, все на свете, да, там 10 минут езды. Ребята там помогли с машиной, ну, на первое время. Вот. И поэтому просто кайфовал, как говорится. Ходил в церковь, ездил на океан, фитнес. Присматривался к этой новой жизни, кто чем занимается. Ну, и попутно, конечно, основное было прийти к траковому бизнесу, да, так как мне это интересно. Я и в России этим тоже занимался, диспетчировал, дали машины. Вот. То есть я продолжал, как бы, готовиться, наверное, да, к старту. Ну, и вот через год я уже принял решение. Купил первый трак. Старенький, сломанный такой. В поту там летом во Флориде, да. Ремонтировал его, поставил на колеса. И оказалось, что вот именно год это и было узнавание информации. Оказалось, что я абсолютно был, ну, как бы никто в этой стране, но уже было разрешение на работу. Я купил трак всего там за 7 тысяч долларов, если кому-то интересно. То есть, да, такие цены. Отремонтировал сам его, познакомился с мужчиной, да, который стал впоследствии, он проповедник, миссионер. Ездит по России, по тюрьмам, проповедует Слово Божье, да, с ребятам, которые, ну, у которых сроки по 15-20 лет, да, кто под высшей мерой наказания. Ну, и не только, он в России, в Украине, в Кишиневе. И мы с ним сконнектились, он тракист, он полгода работает, полгода миссионерствует по миру на свои собственные деньги, да, проповедуя Евангелие, спасение. И он у меня стал водителем, вот. И я к ребятам присоединился под компанию, и получается, что вроде как я в Америке-то и ничего-никак, да, а уже заработал бизнес. Ну, бизнес может сложно сказать, но, по крайней мере, пошел доход, да, там, те же там 3 тысячи, да, там, в месяц они уже начали приходить. И это уже был следующий этап, и тогда я пошел обучаться на CDL, потому что за это тоже нужно было заплатить 2 тысячи долларов, да, то есть, ну, все на самом деле, ребят, все просто. Вы молодые, если молодые, смотрите меня, ну, это вообще-то, ну, я вам пример, что вообще не без языка, без ничего, и запустил трак, и он поехал, да, впоследствии уже купил второй, сам сел на трак, заработал на второй трак, да. Ну, и так оно потихоньку идет. Открыл свою компанию, начал разбираться с бумагами, искать людей, кто в этом может помогать, и это все есть, да, все зависит от процента. Один берет 5, другой 3, другой 15, ну, все как, все как везде. Вокруг новости идут, что там уже траки без водителей и так далее, правда, не правда? Нет, сейчас, если на данный момент, да, мы будем говорить на сентябрь 23-го года, уже больше года идет кризис траковой индустрии, прибыли у компаний упали, кто-то работает вообще в убыток, кто-то идет в ноль, кто-то там 5-10 процентов. Это все зависит от того, выплаченные траки, не выплаченные, в каких штатах, какие условия работы, какие грузы, какие прицепы, да, то есть, допустим, есть драйвены, будки, да, они на следующий день, ну, просто остановились. А два года назад это был самый востребованный транспорт, потому что Амазон, грузы, все это шло. А на сегодняшний день, насколько я обладаю информацией, Амазон закупает свои, и вот все крупные компании переходят на свои. Ну, и цены, конечно, рухнули, но говорить, что все кризис и там нет денег, нет, я так не могу сказать, потому что сейчас идет к низу, но в грузоперевозках, если кто разбирается, это и в Штатах, это постоянно такая гипербола, да, там 5-7 лет, и ребята говорят об этом, что выровнятся, слабенькие сейчас умрут, да, сильненькие выживут, останутся и пойдут дальше. Причина, почему цены рухнули в Америке? Ну, к этому много факторов, то есть, политическая обстановка, да, то есть, прежде всего, ресурсная, да, то есть, разрывы взаимосвязей со многими странами, да, так же, как у Америки с Китаем, да, то есть, грузов стало, ну, в разы меньше, мы просто видим по передвижению грузоперевозок, да, грузоперевозки – это основная, одна из основных, да, так скажем, пяти артерий любой страны на показатель. Вот, поэтому грузов просто мало, просто мало, но Америка, она строится, то есть, если ездишь, вот, допустим, сейчас у меня степдеки, да, ну, это платформы, да, на которых возим, там, стройматериалы различного типа, да, то оно, как бы, на сегодняшний день востребованное, несмотря на весь кризис, то есть, все равно относительно этого, ну, и холодильники, да, продукты, то есть, все равно так или иначе. Ясно. По документам, по водительским правам надо обязательно обучаться или можно просто переоформить, если имеешься в российские? Ну, если вы не хотите быть профессиональным водителем, то вы просто, да, идете в ДМВ, но это, опять же, в каждом штате нужно узнавать правила штата, да, то есть, в свое время я в 16-м году приехал, пришел в ДМВ, ну, ГАИ, да, так скажем, и показал свои права, ну, что-то там заполнил, мне дали, на основании моих российских прав, дали мне американские права. Ничего сдавать не надо было? Ничего сдавать абсолютно не надо было, перезадать. Есть штаты, где-то требуют, но есть варианты на русском языке, то есть, есть, где нету, ну, ничего сложного, на самом деле там все просто, да, то есть, ответ. Там нету заковыристых каких-то вопросов с подвохом, откуда-то нет, просто прямой. Цвет зеленый или красный? Ну, вот даже вот так, да, то есть, мы зеленые, да. Что надо делать при знаке стоп, да, ну, вот ответ, остановиться, да. Ну, Америка не заинтересована, вот я как понял, и на оси делаются, она не заинтересована топить тебя, как бы, ну, нету абсолютно вот, ну, потому что... Ну, затопить, а потом денег попросить. Нету коррупции, да, коррупции во всех слоях, они только в высших эшелонах, я так понимаю, власти, да, у крупных корпораций, да, кто кому, сколько чего, билдингов, банков и так далее. Спокойно живешь, да, и все. А, так, я так понял, Флорида, Майами, да? Да. А почему именно Майами выбрали? Майами, Джексон-Вилл, не, основное время все-таки это в Джексон-Вилле, да, то есть, Майами не нравится. Ну, когда переезжали, почему именно это место выбрали? Ну, а это история, я прилетел в Чикаго, там был друг сына моего, который встретил меня, вот, мы провели там хорошую, ну, неделю, и получилось так, что он мне дал машину, и я поехал в Майами встретить, меня попросили знакомые встретить их детей. Ну, я так с удовольствием через трус страну, говорю, с севера на юг, да, ой, я сейчас прилечу, я без остановки приехал туда, встретил, самому было просто интересно прокатиться, и побыл пять дней в Майами возле магазина Матрешки, я жил вообще в машине, ребят, вообще, прям с самого нуля, особо не было денег, не было условий, если не мог, там, позволить снять, там, за сто долларов или за пятьдесят долларов на ночь, как бы, это, гостиница. И поехал гнать машину назад в Чикаго, отдать и улететь в Россию. Ну, так получилось, что проезжая по трассе по Флориде, недалеко от города Джексон-Вилл, там, сто с лишним миль, позвонили ребята и сказали, что, ну, там, есть у них друзья в Джексон-Вилле, они могут тоже тебе показать там. Ну, я туда заехал, и получилось, в тот же день я оказался в церкви. Я зашел в русский магазин, в гастроном, спросил, а где собираются русскоговорящие, ну, потому что интересно, да, как бы, мне дали визитку, они принимали товар, и Наталья такая мне дает визитку и говорит, ну, вот, адрес там, где собираются русские. Я говорю, а может, кто-то еще комнату сдает? Она мне ручкой написала, ну, имя там какого-то Владимира, говорит. Ой, да они вот сейчас там в шесть, типа, соберутся. Ну, я поехал, я не понял, куда заехал, потому что это была протестантская церковь, я привык к православным храмам, да, то есть, ну, вроде как здание, я даже не обратил, что внимание, крест, я зашел, подумал еще тогда, как смешно, у меня первое впечатление, что дом пионеров, как бы, ну, стеллажи, слева-справа, с фотографиями, с миссионерами, то есть, где они как путешествуют, как детям помогают и так далее. И там был урок английского языка. И вот с того момента получилось, меня ребята пригласили после, там было служение в церкви, мне стало интересно, очень много народу, там сто с лишним человек собрались, поют песни, общаются, все такие, ну, дружелюбные, милые, открытые. Ну, и после служения на улице просто ко мне подошел парень и говорит, там, что ты откуда? Я говорю, можно ли заночевать здесь, на территории у вас, несколько часиков поспать, и думаю, ночью я выдвинусь и поеду на Чикаго. Он говорит, что ты будешь ночевать? Поехали ко мне, у меня брат тракист. Я такой, оба, тракист. Говорю, ничего себе, свой трак. Он говорит, ну да, у него свой трак, своя компания. Ну, конечно, как я мог пропустить, когда я подошел к мечте прям, ну, как бы, да, рядышком. Ну, и все, вот так поехали, и на следующий день мы приехали на его базу. Ребята тракисты, просто начали с водителями общаться. Ну, и там на базе я остался жить. Как бы спросил разрешение, могу ли я здесь ночевать. Они говорят, ты без проблем просто, как бы, ну, нет там кондиционеров, и что, жара топит. Хочешь, живи, как бы, не мешайся. И так началась моя история, познание. Мне это было все очень интересно. В каком момент определились, что вот, все, я остаюсь в Америку, и назад я не вернусь? Ну, когда виза заканчивалась, полгода, мне на полгода пребывания поставили. И в конце августа, вот, с мужчиной я поехал свою мечту, осуществил все-таки кататься по Америке. И на обратном пути мы, когда возвращались во Флориду, у меня 9 сентября заканчивалась виза, это было уже середина августа. Ну, я решил покупать билет, потому что мне надо покупать билет и улетать до 9 сентября. И я потерял карточку. Ну, сначала я нашел хороший билет, потерял карточку, обыскали весь трак, нет, там был вечер. Потом я связался там с сыном. В смысле, банковскую карточку? Да, банковскую просто карточку оплатили. Потом там на следующий день связался с сыном, вроде бы как, ну, чтобы использовать ее карточку, он сказал, там пришлю. То есть время идет, что-то меня все тормозит, все задерживает. Ну, а были уже знакомы в церкви, я с пастырем, с Богданом. Ну, как бы, очень такой благословенный, как говорится, муж и парень, и друг, и наставник. Ну, просто ведет человек такой правильный образ жизни, просто интересно, да, как бы такие люди, вот, их мало, редко встречается в нашей жизни. Честных, открытых, да, то есть истинно любящих Господа. И служащих ему, да. Мы все равно же вот-вот-вот, да, там, как-то вот, пока там все свои эти барьерчики ломаем. А есть люди, которые уже определившиеся, не метающиеся. И при церкви была школа духовная, ну, как сказать, изучение Библии. Ускоренный курс, то есть у них тоже там третий год это только практиковалось, практиковалось 15 недель, 15 преподавателей по Библии чисто, по разным тематикам. Ну, я для себя решил, ну, а если меня возьмут в нее, да, то я там буду продлевать визу. Я позвонил пастыру, он сказал, хорошо, я на совете братьев задам этот вопрос. Могут ли меня взять, хотя обучение стоило 3000 долларов, но я благодарен братьям, что они приняли решение, да, почему нет. Я там, понятно, дети 18, 22 года, и я один там 46-летний был. Ну, было самое удивительное время. И он сказал, да, добро мы берем. Ну, и мы, возвращаясь с Калифорнии, и все, у меня уже был план, что я иду с 1 сентября в библейскую школу. И это уже совершенно другая, интересная, насыщенная история новой моей жизни. Да, то есть преобразование, да, то есть я бросил курить 7 лет назад, да, получается. Я, ну, считаю, что на 99 почистил свои уста, потому что было 95 нецензуры и 5 понятных слов, да, вот. Ну, вот как-то, то есть очень много преобразований внутренних произошло, чему я, собственно, рад. Ну, за это есть другая цена, потому что очень пришлось на многие хотелки надавить себе на горло. И сейчас все это продолжается. Ясно. А как на сегодняшний день относитесь к русским в Америке? Вот люди просто интересуются, ну, переезжать, не переезжать. Какое отношение вообще? Оно никак не изменилось. Никак не изменилось. Оно было нормально и есть нормально. Я считаю, что, ну, наверное, вообще, видите, я не общаюсь много с американцами, да, но, зная от ребят, которые общаются, ну, и вообще общая обстановка, да, они сильно, по-моему, не интересуются вот, как бы, такой основной политикой. Ну, если по-честному говорить, да, ну, когда у нас все хорошо, да, ну, ну, что мы сильно там думаем за кого-то? Ну, у них вот все хорошо, ну, что им париться там, то, у кого, что, как? Ну, так, по большому счету. Ну, нет, абсолютно нету. Понятно, мы сейчас будем говорить, нет, ну, а вот же там вы видели, а вот там показывают. Ну, так это везде, то есть есть группы людей, да, то есть, ну, всегда есть довольные и недовольные, радостные, разочарованные, поэтому вы будьте честными с самим собой. Вот сначала научитесь быть честным с самим собой, сами себе вопросы задайте и сами себе честно ответьте. Вы действительно этого хотите? Вы действительно готовы, да? Вы действительно так думаете, да? Вы действительно недовольны, да, там, тем, что у вас в жизни происходит или наоборот, да, или что вы хотите? Вы честно, то есть, я ответь, если вы хотите это, а вы для этого что делали, да? Ну, вы готовы менять себя? Ждали, ждали. Да, а что, ничего не будет? Мы ждали. Будет 30, 40, 50, 60 и ничего не будет. То есть, нужно встать и начать действие, да, как говорят, ляжь в то направление, хотя бы ляжь вначале в то направление уже начни двигаться. Я понял. По-другому никак. Если нет у вас папы, мамы, банкиров и так далее, а вы все-таки не насытились материальным миром, ведь вы же тоже должны определиться, к материальному вы стремитесь или к духовной части жизни, да? Потому что после материального насыщения вы все поймете, что, оказывается, вам этого сильно-то и не надо было. Ну и что? Ну машина, ну квартира, да, или вот как мы сидим, ну вот с таким видом, ну и что? То есть, внутри-то не меняется. То есть, как сказали, счастью радуется, да, что миллиардер там купил себе первый самолет, да, частный. И физиологически это объясняется, да, то есть выбросы вот этого гормона, да, там счастья, там еще адреналина, он сопоставим одинаково с этим же счастьем, который человек не ел хлеб там три дня, да, и ест хлеб. То есть, для организма удовольствие абсолютно идентично. Поэтому вы не думайте, что достигнув своих хотелок, вы станете счастливым. Нет, оно счастье уже с вами. Вот вы задаете вопрос, почему вы сейчас несчастливы, да? Вот с этим вы начните разбираться, и тогда придет понимание, куда вам дальше нужно двигаться или идти. А пока вы с этим не разберетесь, вы от себя не убежите. Просто задумывай. Плюсы, минусы, три плюсы, минусы в Америке каких выделим? Плюсы, да. Как мне, допустим, человеку, который всю жизнь работает на себя, да, так скажем, я всегда принимаю решение, да, куда мне идти, да, когда мне спать, когда мне просыпаться, да, что мне делать. То есть, это же тоже один из аспектов, когда человек принимает решение, да, он готов взять свою жизнь в свои собственные руки, да, или он, ну, дает в управление ее, да, работодателю, неважно там обстоятельствам, или он все-таки ее, ну, контролирует, да. Это, конечно, здесь вот сначала решение. И Америка лично мне, что она дала, очень просто, оказывается, если бы все знать, если бы обладать вот уже умением пользоваться современными информационными технологиями, компьютером, интернетом и языком, то вообще все просто. Ну, просто реализовать, воплотить свои мечты, заняться любимым делом, неважно, какое у вас, абсолютно неважно, какое дело. То есть, через какое-то время вы обязательно это осуществите и сделаете. Возможности, да, одним словом. То есть, они возможности, не надо кому-то заносить, с кем-то договариваться, кого-то иметь, нет. То есть, первое плюс, страна возможностей, да? Да, зашел, зарегистрировал свою компанию, получил сертификат и прослушал какие-то курсы, стал специалистом. Все, ну, просто никто не нужен. Второй плюс. Второй плюс, ну, если кто любит путешествовать, она просто интересная страна, да. Ну, вот я покатался по ней, ну, ее невозможно объехать, да. Так же, как и Россия наша прекрасная, уникальная, да, просто. То есть, тоже невозможно объехать, хотя, ну, большую часть России, да, я всю абсолютно проехал, там, сотни городов останавливался, жил и так далее. Потому что я тоже попутешествовал, да, на траках, там, да, по России и на своей машине. И в Европе, да, тоже бывал. То есть, и каждый раз это все страшно-страшно. Ну, каждый раз подходишь к этой стене, ну, страшно, ну, честно, ну, страшно. Как там границ перейти, как там это, как это. Ну, проходишь, все понимаешь, а что, так можно было? Так, оказывается, просто и легко, и уже не страшно. Идешь дальше, опять страшно. И опять вот так, шаг за шагом. Поэтому, ну, путешествие, конечно, да, она просто другая, она, ну, более, как сказать, приспособленная для туризма, да. То есть, все-таки, если у нас больше надейся на себя, потому что, ну, как бы, да, те или иные зоны туристические, да, ты один на один с природой, да. Ну, для людей, которые послабше духовно и физически, то в Америке везде дорожки у вас, да, везде там. Ну, там даже есть кемпинги, где остановиться и так далее. Ну, все, да, это страна для автопутешественников. То есть, ну, действительно, да, сервис повсюду. Да, возможно, если иметь зарплату просто чисто российскую, там, 500-700 долларов, да, конечно, ну, как бы, это просто все дорого, да, там, кемпинг 60 долларов, чтобы у тебя там был свет, вода и так далее. Но, опять же, если работать в этой стране, то, конечно, это все, ну, все реально. Все реально. Если, ребята, вот, вы же смотрите интернет на сегодняшний день, YouTube, ну, кто уже смотрит и это интервью, то тут понятно, что он уже что-то ищет, чем-то интересуется, куда-то он нацелился и зачем-то нацелился. И есть у него уже мечты и амбиции, и он ищет решение или подтверждение, да, ему нужны просто подтверждения, чтобы начать действовать, да, то есть, послушав. Я тоже самое, все, там, сотни и сотни разных блогеров, всем ребятам благодарен, поэтому и сегодня согласился, что, может быть, какие-то слова, да, кому-то будут той последней стадии для принятия решения, да, в котором человек колеблется, да, сомневается, готовится, да, готовится и так далее. Третий плюс. Налоги или что с налогами? С налогами. Очень интересно, да. То есть, я не специалист, но я до сих пор с налогами для бизнеса. Я, опять же, говорю, все с точки зрения бизнеса, предпринимательства, вот. Очень интересно устроено. То есть, чем я больше покупаю для расширения своего бизнеса, тем я практически, ну, очень мало плачу налогов, потому что доходную часть я пускаю дальше в освоение, и тем самым, то есть, государство до сегодняшнего дня, оно заинтересовано в твоем развитии. Пожалуйста, расширяйте свой бизнес, в каком бы вы направлении ни двигались. Тем самым это вам дает, ну, льготу на налоги. То есть, допустим, если вы в траковом бизнесе, вам выгоднее покупать каждый год там еще трак, прицеп и так далее, да. У вас и остаются деньги, да, и у вас же идет расширение, и вы сами же себя стимулируете пинком, что нужно, ну, как бы, да. Двигаться дальше. Да, двигаться дальше больше. И получается, каждый год вы незаметно расширяетесь. Когда я вот вначале приехал и говорил, что просто там, говорю, можно пожить на базе, я не понимал у ребят, что у вас там, допустим, ты не пользуешься, эти прицепы стоят, эти траки стоят. Он говорит, ну, мне выгоднее купить его, чтобы он был. Может, я кому-то в ренту его сдам там на несколько месяцев, он и отобьет себя. Да, и, ну, то есть, вот, сам подход, он абсолютно другой противоположный. Ну, там лучше заводить, как в России, ИП, О, какой лучший вид общества? Два вида, по большому счету. То есть, ну, если как по-нашему, да, это как ИП, да, то есть, как бы, ну, с этим вообще не парьтесь, потому что вам и не надо об этом думать. То есть, если вы совсем английского не знаете, не хотите пять минут посидеть, кнопки пожать, то заплатите 350 долларов, за вас их нажмут, зарегистрируют бухгалтеры. Все, что вы хотите, все делается в интернете, никуда бегать вам не надо. Совбез. Ну, вы же смотрите ролики, как я ребят с Нью-Йорка смотрел, они говорят, ресторан в Нью-Йорке, все по интернету. Нашли помещение в аренду, в интернете зарегистрируют, в интернете получили лицензии, в интернете же указали, где будет ресторан, прикрепили договор, и полгода работают, и к ним вообще никто не приходил, и ничего, и там ни одного профессионального повара нет, и все на свете. Ну, ресторан в Нью-Йорке работает, парни тоже говорят, а что так можно было, да? Ну, вот как примеры, вы их видите в Ютубе, поэтому... А какие же минусы есть? Минусы – это борьба с самим собой, со своим укладом, потому что... Не-не-не, в стране, в стране, я про страну, все равно же есть, в любой стране есть свои плюсы, свои минусы. Минусы? Да, что не так, если сравнить там с другими странами, может, с Россией даже. Не знаю, и вот, знаете, я не ищу минусы, вот, ну, на самом деле, да, просто размышлять, что хотелось бы, там, про медицину, да, там, она, то есть, дорогая, или еще что-то, но больше всего, вот, минусы возникают от незнания информации. Вот, я сколько, 7 лет иду, все минусы моей, моего пути, они в основном из-за того, что я просто не обладаю информацией, не знаю языка, я не уделяю этому должное время, да, то есть, ну, все-таки докопаться, да, до истины в том или ином вопросе. То есть, наслушаешься, да, и сидишь, как испуганный цыпленок, типа, ну, и сказали же не ходить, ну, и не пойти. Вот, пример приведу, что в этом году, то есть, ну, как говорят, то есть, ну, иметь страховой медицинский полис, ну, это, там, нереально, там, круто, дорого стоит, ну, просто. Ну, вот, вот, настолько русскоязычное общество, ну, в котором я находился, вот оно мне вбито просто с первого дня, да, что, то есть, это, ну, много платить, 200, 500 долларов в месяц и так далее. Ну, а ты действительно не можешь себе позволить, потому что, ну, ты думаешь, да, ну, что я буду платить, если я ни разу не воспользуюсь, а 5 штук там за год выкинули, или 7 штук, да, то есть, непонятно, на этом экономишь. В этом году также с русскоязычным парнем Алексеем просто общались что-то, он говорит, да я там себе полис сделал туда-сюда, я говорю, откуда у тебя, типа, деньги, ты вообще тут недавно тоже приехал с женой и так далее. Он говорит, да он пошел там, Юлька там не сделала, на телефон, если я звоню Юльке, она говорит, здравствуйте, ну, пришлите мне все документы на, там, лайсенс, там, разрешение на работу, social security номер, ну, это же, как бы, информация твоя личная, ну, как ты по телефону. Ну, а я же из России, я же, вы что, как это доверить? Не, я говорю, вот у вас там офис есть? Да без проблем приезжать. Приезжаю, большой русско-украинский офис, да, девочки работают, в основном с Украины там, ребята, вот, в Маябе, ну, на Холландии, если кто знает. Все, она посмотрела документы, зашла, говорит, ну, вот у вас выбор такой, такой полисов, потому что раз я плачу налоги, да, я их, в принципе, там, со второго, с первого, со второго года начали, да, показывать свои доходы, то я и есть в базе, там ничего не надо, marketplace. Да, она зашла, говорит, есть такой, есть такой вид, в конечном итоге, она мне оформила страховки, за которые я вообще ничего не плачу. Она говорит, если в случае чего, там, до 1800 вы можете заплатить, операции там, допустим, или что-то будет, услуга 100 тысяч мне оказано, да, я там, 500 долларов, допустим, они мне могут выставить, да, до 1800. И такой тоже, 7 лет жил, да я вроде бы, ну, ну, как бы, ну, столько информации знаю, да я, я, а в конечном итоге, ну, что? Еще много чего не знаю, да? И сколько чего не знаю, поэтому так же, как и вы, смотрю YouTube, смотрю блогеров, где ребята делятся информацией, да, это интересная жизнь, да, то есть, ну, саморазвитие. Ну, и каждый покажет со своей стороны. Конечно, да, мы делим. У вас будет абсолютно свой путь, вы не переживайте, он, но я вам не хочу сказать, что он будет легким, радостным будет, веселым будет, трудности будут, ну, трудности, я говорю, задачи, да, но задачи это чисто ваши, которые вы должны решить для самих себя, да, то есть, у другого будут другие задачи, вот мы с Димой, да, то есть, у него свои, у меня свои, да, задачи, у него свой путь, у меня свой путь абсолютно, да, почему у него так, а у меня вот так. Ну, поэтому, не сравнивайте себя ни с кем, прислушивайтесь внутреннего голоса, и, ну, как, как человек, я просто вам хочу, что сказать, когда, я всегда, как бы, с Боженькой был, ну, как бы, на одной, так сказать, да, как бы, не волне, а, как сказать, ну, как бы, в сердце мы все равно рождаемся, да, с Господом. Да, ну, наверное, на «вы» был, да, а вот когда в Америке взял Слово Божье, начал читать, и, наверное, вот этот уважительный, получился диалог вот такой, да, то есть, и понятно, что без духовной части, я не знаю, по-моему, невозможно достичь желаемых результатов. Чтобы тогда достичь желаемых результатов, вам придется, скорее всего, быть нечестным, лукавым, хитрым, изворотливым, да, потому что мы видим большинство успешных людей, да, ну, вот эти качества присущи. Они у меня присущи, то есть, я же не святой тут сижу, да, вот, но максимально я стараюсь жить честно, да, то есть, максимально честно подходить, чтобы просто засыпать спокойно, да, что я не обманул кого-то, не подставил, не украл, там, не доплатил или еще что-то, да, чтобы кто-то не сказал, да мы знаем, как он там поднялся или как заработал, да, там, такое… На каких путях? Живите честно и начните свой диалог, вам для этого абсолютно никто не нужен, нужно только ваше решение, и вы увидите, как вот так начнет меняться ваше желание. Окей, заключение Александра, не ищите минусов, их не будет. Ну, сто процентов. Ищите только плюсы. Вот такое интервью у нас прошло с Александром, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, остались вопросы, пишите в комментарии, и до новых встреч, пока-пока. Пока-пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok